Мирный процесс по-турецки. Всевидящее око за народные деньги. Как заставить главу финского правительства пройти тест на наркотики? Боевой робот с китайского рынка и какие беспилотники доминируют в украинском небе? Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом прямо сейчас смотрите сами. ДИПЛОМАТИЯ Начнем с дипломатии. Впервые после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину приехал турецкий президент Раджеп Эрдоган. Говорит с Зеленским о новых переговорах с Путиным. Турция уже длительный период хочет стать переговорщиком между Киевом и Москвой. Эрдоган даже пытался перенести в Стамбул минский процесс. Мы помним, что из этого получилось ничего. Потом более успешными, правда, были переговоры по зерну. Его теперь, хоть и не без трудностей, но вывозят в страны, где оно наиболее необходимо. Именно поэтому днем раньше в Украину прибыл и генсек ООН Антонио Гутерреш. И лидеры также встречались в формате тройки. Кроме того, высокие гости говорили с Зеленским об обмене военнопленными и других коммунитарных вопросах. Но все это время в воздухе висел главный вопрос. Неужели турецкий президент уговорит Зеленского принять условия Москвы? Какие это условия? Почему Эрдоган, по примеру других мировых лидеров, не приехал, например, в Киев? Не посетил разрушенные Бучу, Ирпень, Гастомель? После увиденного, наверное, было бы сложно говорить о дипломатии. О том, что мирных переговоров с Москвой не будет, стало понятно уже поздно вечером, накануне саммита. Владимир Зеленский заявил, что Украина стремилась к ним с 2014 года. А закончилось все тем, что 24 февраля Россия уже в открытую вторглась на всю территорию страны. Чудо не случилось. После саммита все участники встречи обошлись общими фразами. А Зеленский назвал главное условие, при котором он сядет за стол с Путиным. Россия должна вывести войска со всех незаконно оккупированных территорий Украины. На этом, пожалуй, все. Генсек ООН поехал в Одессу инспектировать ситуацию с зерном в портах, а Эрдоган улетел домой и пообещал, что Турция будет участвовать в реконструкции Украины после войны. Теперь только остается ждать, пока война закончится. Парадокс в том, что Эрдогану все же удается балансировать сразу на трех стульях. Турция – член НАТО, Анкара поставляет Киеву байрактары и даже построит в Украине завод по их производству. И с Путиным ему удается договориться по волнующим сирийским вопросам. Иногда дипломатия имеет стойкий ядерный привкус. Ситуация на Запорожской атомной электростанции, напомню, самой крупной в Европе, остается сложной. Ведь российские войска оттуда никуда не делись. Украина заявляет, что оккупационные войска заминировали помещения, в которых находятся ядерные реакторы и продолжают обстреливать силы обороны с территории АЭС. Эксперты считают, что говорить о прямой ядерной угрозе пока рано. Но если что-то пойдет не так, то беда будет континентальных масштабов. Тут все зависит, если сказать языком Маргариты Симоньян, от головотяпства российских солдат. Все это ядерный шантаж, заявляют в Украине и на Западе. Но при чем тут дипломатия, спросите вы? Из-за возможной катастрофы на АЭС Путину снова впервые после трехмесячного перерыва позвонил уже о французский. В результате в Елисейском дворце заявили, что договорились с Путиным и эксперты МАГАТЭ смогут наконец-то попасть на ядерный объект в Украине. Но когда и на каких условиях? Перед этим в России угрожали, что могут отключить два энергоблока станции, что приведет к ее полной остановке. Украинская компания «Энергоатом» заявила о том, что ее персоналу ограничили доступ на рабочие места, а саму станцию россияне пытаются отключить от энергосистемы Украины. Ранее по спред-России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что международные эксперты смогут попасть на станцию в начале сентября. Правда, непрозрачно намекал на то, что, мол, Украина должна обеспечить безопасность специалистам, то есть фактически прекратить отвечать на огонь россиян. На подобные заявления в Киеве ответили, что все маршруты по территории подконтрольной украинским войскам безопасны, никаких преград там нет. Тут главное не попасть под российские ракеты и снаряды. Как по мне, это все напоминает Гордиев-узел, который в Кремле пытаются затянуть все туже. Ну, а вы смотрите сами. В Британии и США даже заговорили о том, что если россияне повредят реакторы на Запорожской АЭС, это будет воспринято как нападение на страны НАТО. Ведь от радиации точно погибнут люди. На этом дипломатические перипетии, вызванные желанием Москвы доминировать, в мире не заканчиваются. Израильское агентство сохнут в России и далее под угрозой закрытия. В Центральном офисе организации в Иерусалиме готовятся свести на нет физическое присутствие в России. Кстати, по данным организации, после 24 февраля Россию покинули более 20 тысяч евреев из 165, которые проживают в стране. 19 августа Московский суд должен был слушать исквенюста страны против израильской организации. Адвокаты Сахнута предложили мировую, а вот чиновники отказались ее принять. И тут судьи неожиданно решили перенести заседание на месяц. Что это может означать? Какие политические игры скрываются за судебными кулисами? И чем все может закончиться? Все эти вопросы я задал бывшему послу Израиля в Москве Аркадию Милману. Аркадий, здравствуйте. Скажите, почему заседание перенесли? Ведь Басманный суд Москвы обычно с легкостью принимает решения в угоду требованиям российского правительства. Это не совсем, скажем так, неожиданно суд перенесли второе заседание, закончилось сегодня и назначили третье заседание. В чем причина? Российское министерство юстиции в суд предъявило дополнительные документы, которые наши юристы офиса Сахнута в Москве не видели. Поэтому им необходимо время, чтобы изучить эти документы и дать свое мнение, о чем эти документы и что они себя представляют. Еще один нюанс. Наши юристы второй раз попросили определить процедуру перемирия. О чем это говорит? Что две стороны, если есть какие-то претензии, они садятся за стол в переговорах и находят какое-то компромиссное решение для двух сторон. Министерство юстиции второй раз уже отказалось. Соответственно, судья назначена третье заседание, которое будет через месяц, в сентябре. И дан срок нашим юристам изучить эти документы. Безусловно, тут есть политическая составляющая, которую российская сторона отрицает. Российская сторона говорит, что все исключительно в юридическом поле. Офис Сахнута нарушил российские законы, которые имеют отношение к хранению личных данных людей, которые обратились в Сахнут. Хотя, с точки зрения Сахнута, они выполняют абсолютно все требования российской стороны. И, соответственно, дальше судья должен будет принимать какие-то решения. Мы считаем, что это все лежит в политической плоскости. Во всяком случае, так у нас многие думают, и я тоже придерживаюсь этого мнения. Ну, а если это политическое решение, то мы можем говорить, если не о политическом шантаже, то о политическом торге. Чего могут требовать от Израиля? Я бы это не называл шантажом, я объясню почему. Политика российского руководства уже много лет направлена на то, чтобы отделиться от западных стран, отделиться от тех связей, которые у них были с западными странами, с западными различными гуманитарными, не только гуманитарными организациями. Я приведу пример. Проблемы с Сахнутом начались еще в 2008-2009 году, когда российское руководство потребовало от Сахнута стать местной негосударственной организацией. До этого это было представительство еврейского агентства в Москве как представительство международной организации. Они потребовали полностью перейти на местное юридическое обоснование своей деятельности. Я приведу пример другой. В 2012 году известная на весь мир и очень важная американская организация USAID, которая занимается гуманитарными проектами практически во всех странах мира, которая помогает, в особенности странам третьего мира, развиваться. Российское руководство просто потребовало от этой организации убраться из России. Закрыли офис и все. В 2018 год. Я даю только несколько примеров, чтобы показать тенденции, как это происходило. В 2018 году закрывается British Council. British Council – это организация, которая распространяет знания английского языка, занимается студентами и культурными связями. Эта организация была закрыта. Почему? Потому что она наносит вред российским и другим организациям, наносит вред в понимании российского руководства, российскому гражданскому обществу, поэтому их надо закрыть. Сахнут – это точно такая же организация, которая занимается популяризацией еврейской истории, изучением языка еврей, идентификацией еврейских общин, помогает евреям уезжать в Израиль. И, соответственно, наверное, в их понимании нежелательная организация, которую надо закрыть и прекратить ее деятельность в России. 15 апреля были закрыты еще 15 организаций в России, включая польскую организацию, которая также занималась развитием отношений с польской диаспорой на территории России. И мы просто сказали убраться и все. Тогда зачем же окончательно портить отношения с Израилем? Ну, с американскими, британскими и польскими организациями все прогнозировано, ведь отношения начали портиться уже давно. А после 24 февраля страны вовсе начали поддерживать Украину не только политически. Они поставляют оружие, дают деньги, вводят беспрецедентные санкции. А Израиль более осторожен. Да, Израиль действительно ведет себя осторожно. Я объясню, почему ведет себя осторожно и по вашему вопросу по поводу санкций. Дело в том, что в Сирии присутствует российский военный контингент, который помогает режиму Асада оставаться в власти. В Сирии довольно сложная политическая и военная ситуация и гуманитарная ситуация. На территории Сирии находятся и иранские военные части, страж революции. Через Сирию проходят иногда, есть попытки провоза оружия в Ливан, швейцкая организация, физбалла, террористическая организация, которая постоянно находится в рожде с Израилем. Турции совершенно не нравится, Турция считает, что это угроза, та ситуация, которая сегодня на территории Сирии, это угроза национальным интересам Турции, которая связана с курским меньшинством и с повстанцами, которые находятся на территории Сирии. С нашей точки зрения нам необходима определенная свобода действий в небе Сирии для того, чтобы не были задействованы противовоздушные средства, которые могут помешать нам проводить военные операции на территории Сирии. Соответственно, израильское руководство приняло решение вести себя осторожно и занимать очень осторожную позицию, потому что речь идет о безопасности граждан Израиля, в особенности северной части страны. И поскольку мы находимся под постоянной военной угрозой, на прошлой неделе закончилась трехдневная операция, которая была связана с газой, по Израилю было выпущено около 1100 ракет из газа и так далее. То есть эта ситуация, которая связана с безопасностью наших граждан, соответственно, заставляет правительство действовать осторожно. Теперь по поводу санкций. Санкций в Израиле как механизма на законодательном уровне не существует. Поэтому для того, чтобы были введены санкции, требуется принять определенный закон. Это целая длинная процедура. В Израиле политический кризис. Как вы знаете, 1 ноября будут очередные уже пятые выборы за два с половиной года. Соответственно, никаких шансов, что политики будут заниматься вопросами, связанными с Россией, когда, в принципе, у них сложная ситуация на внутренней арене. Тогда, может, эти нападки насохнут? Это способ наказать Израиль? Нет, я не думаю, что они думают такими... Ну, во-первых, они хотят наказать весь мир. Они обижены на весь мир, что их не признают. Они великая держава. Украинской нации такой не существует в их понимании. Не существует Украины. Это все Малороссия. Я вас могу отослать опять, кстати, Путина, который написал в 2021 году летом. В котором он отрицает вообще существование украинской независимости и так далее. Соответственно, мы, как часть западного мира, все тоже против нас. Мы же все равно союзники Америки. До распада Советского Союза политика антисемитизма. Многие люди, которые этим занимались, прекрасно это помнят. Вот я вам приведу простой пример. Вот сейчас обумазан глава палестинской автономии. Он был сейчас в Германии с визитом. И он сказал, что Израиль — это самая настоящая идея, осуществляет апартеиды. И то, что сделал Израиль палестинскому народу, это как 50 холокостов и так далее. Соответственно, даже Шольц его всего передернуло, когда обумазан это говорил. А теперь я расскажу, откуда это идет. Это идет от очень простой вещи. Обумазан в 1982 году защищал диссертацию, где? В Москве, в Институте Востоковения. Кто утверждал его диссертацию? Примаков, который был министр иностранных дел, потом премьер-министр. Васильев, такой известный африканист и востоковед. Какую диссертацию они утвердили? Диссертация, которая говорила о связях сионизма с нацизмом с 1933 по 1945 год, в которой он доказывал, что сионисты — это нацисты, они сотрудничали. И там было полное опровержение холокоста и так далее. Тогда что можно требовать от этого человека? Но кто утверждал это? Это те люди, которые определяли политику. Это тот Примаков, который в 1996 году сказал, мир должен быть многополисным. Это вот эти люди, которые ненавидели Израиль, которые вели себя просто по-антисемитски. А вот они... Все это осталось там. Это никуда не исчезло. Это только временно опустилось. Это временно ушло куда-то. А теперь опять-таки все выпало. Путин хотел что сделать? Деноцификацию Украины? А своих нацистов он не приструнил? Нет? Своих нацистов он не посадил? Он у себя не сделал деноцификацию? Нет. Ну, о чем мы говорим? Мы говорим о определенной тенденции. Есть у них определенные цели. И вот они тупо идут вперед. Так получилось, что Украина сегодня защищает либеральные демократические ценности западной цивилизации. Это, с одной стороны, ирония, с другой стороны, это трагедия, что именно между Россией и Украиной происходит вот эта война. И в этом вся сложность этой ситуации, вся абсурдность этой ситуации. Если Путин отрицал существование украинцев как самостоятельной нации, значит, что он делает? Это братоубийственная война. Если же это, если же он не прав и существует самостоятельная украинская нация, то он нарушил все правила международного права и пытается захватить территорию Украины и, соответственно, закончить в его понимании проблему, которая связана с украинским вопросом, как он это называет, проект антироссии. Вот как бы тут иногда, вы знаете, мы пытаемся как-то находить какие-то объяснения дополнительные, думать. К сожалению, все очень просто и примитивно в том плане, что идет уничтожение Украины, вот эти постоянные бомбежки, вот эти постоянные стрельбы. Такое ощущение, что они хотят опостушить все свои склады от всех боеприпасов, чтобы уничтожить Украину. Вот это то, что сегодня происходит. Спасибо вам за столь исчерпывающие ответы. Аркадий Милман, посол Израиля в России с 2003 по 2006 год. Подтверждение словам израильского дипломата долго искать не надо. Вот, смотрите сами. Это видео из Одесской области, Затока, курортный поселок, куда снова прилетели российские ракеты. Украинские спасатели ликвидировали 600 квадратных метров пожара, а в результате обстрела пострадали четверо мирных жителей. Только здесь россияне уже уничтожили как минимум 7 баз отдыха. А это уже Харьков. Здесь тоже погибшие и раненые. Под постоянными ударами российских ракет обычные спальные районы. Ничего даже отдаленно напоминающего военные объекты. А вот тут я жил с семьей, с женой и двумя детьми. Один из них инвалид, 7 лет. Вот это входные двери. Под постоянными ракетными ударами и Николаев, и другие украинские города. И это даже не Донбасс, где населенные пункты в прямом смысле сжигают дотла артиллерии и авиаударами. И даже при этом, если посмотреть на карту боевых действий, российская армия не достигает особых успехов. А вот украинские силы обороны постепенно меняют стратегию и готовятся переломить ход войны. Об этом говорят независимые международные эксперты. В этом им помогает высокоточное западное оружие. И тут дело не только в Хаймарсах. В руках ВСУ уже высокоточные артиллерийские боеприпасы. Накрывать огнем целые квадраты на фронте абсолютно нет никакой необходимости. Артиллерийские подразделения продолжают отрезать пути поставок вооружения россиянам, уничтожают склады с боеприпасами и горючим, а также военную технику. Об эффективности действия украинской армии говорит тот факт, что интенсивность артиллерийского огня россиян значительно упала. Это как раз тот случай, когда качество намного важнее, чем количество. Но секрет не только в современных боеприпасах. Попадать точно в цель украинским артиллеристам помогают беспилотники. На вооружении украинцев совершенно разные модели. От бытовых квадрокоптеров, которые обычные люди сотнями покупают на фронт, до больших ударных. Это не только турецкие байрактары. Многие модели собственные украинские разработки, оснащенные высокоточной оптикой. И если Россия значительно превосходит Украину в пилотируемой авиации, то с беспилотниками ситуация совершенно другая. Почему? Смотрите сами. Вот сбитый недавно на Донбассе российский беспилотник Орлан-10. Если рассмотреть птичку детально, то все становится понятно. Вместо специальной оптики обычная фотокамера японского производства. Зеркалка – вещь, конечно, хорошая, если нужно сделать портрет или пейзаж. Но это никак не тянет на военное оборудование, которое должно сопоставлять картинку географическими координатами и передавать ее в Центр управления огнем. Для таких задач нужны технологии, которые из-за санкций России более недоступны. А теперь посмотрите на вот этот снимок. Он сделан не с беспилотника. Это спутниковая фотография. А получить ее удалось благодаря тому, что спутник вооруженным силам Украины купили сами граждане. Благодарительный фонд шоумена Сергея Притулы собирал деньги, чтобы купить армии Байрактары. Но турецкая компания отдала крылатых бесплатно. За собранные деньги, а это около 20 миллионов долларов, Сергей Притула купил спутник у частной компании. Такого еще не было в истории современных войн. Технология позволяет получать разведданные вне зависимости от уровня видимости и погодных условий. Более того, Притуле удалось договориться и получить доступ к данным целого созвездия таких спутников, которые круглосуточно вращаются на орбите. И теперь информацию о всех действиях противника украинские военные получают практически в режиме реального времени. Добавьте к этому данные, которые приходят от западных разведок. И вот получается, что Украина теперь не на один шаг впереди. А чем же может похвастаться Россия? 15 августа в Московской области стартовала оружейная выставка «Армия-2022». Открывал мероприятие лично Владимир Путин. Владимир Владимирович Путин. Благодарю вас. В этом году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения. Подобные выставки часто проходят в России и вроде бы ничего примечательного в них нет. Оружие, техника, характеристики, потенциальный покупатель. Но! Изюминкой показа в этом году стал боевой ропот. Смотрите сами. Аппарат напоминает собачку. Ее одели в черный чехол, в котором оставили лишь разрезы для глаз, камер. Чехол якобы должен скрывать от обывателя секретные технологии. А боевое эту собачку делает прикрепленный к ней на спину гранатомет РПГ-26 с оптическим прицелом. Разработала эту новинку российская компания «Интеллект-машин». И стоит эта военная игрушка миллион рублей. Создатели уверяют, робот способен не только стрелять из гранатомета, но и вести разведку, и патрулировать территорию, и указывать военным цели. Да тут незадача. У пользователей интернета Google не сломался. Специалисты сразу распознали в ней Юни-3 Юшу Технологи Дог – игрушечного робота-собаку, которого можно купить в китайском онлайн-маркете Алиэкспресс за меньше чем 3000 долларов, то есть менее 200 тысяч рублей. Кроме того, сомнительную практическую ценность представляет гранатомет на спине. Несмотря на мягкую отдачу РПГ-26, при выстреле собачка-робот вряд ли устоит. Да и оптический прицел на спине робота. Зачем роботу оптический прицел? У него ведь глаза, камеры. Кроме прочего, на выставке посетители могут купить позолоченные бюсты Путина, Сталина, Берии и Чапаева, сделанные руками зэков. Путин и Сталин обойдутся покупателям в 12 тысяч рублей. А вот за Чапаева придется выложить целых 25 тысяч. Что на выставке оружия делают эти экземпляры тюремного рукоделия, я не знаю. Тут уж смотрите сами. Как ни старается российская верхушка импортозамещать ненавистные западные технологии, пока что-то не очень выходит. Еще одна разработка, представленная на этой же выставке – операционная система «Астра» для мобильных устройств. Это разработка российская. Ее создатели утверждают, что она может заменить в итоге гугловский Android или эпловскую iOS. Правда, на какие устройства предлагают устанавливать такую операционную систему, пока непонятно. Но вот перейти на кнопочные телефоны россиянам, возможно, придется. Нет, это не мои слова. Это версия Натальи Касперска, генерального директора компании InfoWatch, которая специализируется на кибербезопасности. Бизнесвумен предположила, что из-за санкций производители мобильных устройств могут их дистанционно отключить по всей России. Ну, нам могут отключить не только айфоны. Нам могут отключить все, что работает на андроиде. Вы так не радуетесь, собственно. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это же вот одна из тех, ну, угроз, о которых мы говорим. Вот это вот как раз кибервойна, да? Все устройства. У большинства, у большинства, ну, процентов 85, наверное, если не 90, работают на андроиде, либо на айсе. Вот это вдруг берут и выключают. Что дальше? Да ничего, я думаю, мы переживем. Потому что в большинстве случаев это все-таки то, что можно переиспользовать. Да, можно перейти на ноутбук, можно перейти в обычную почту, можно вернуться к кнопочному телефону. Что ж, как это реализовать на практике, специалисты пока не знают. Ну, а вдруг Наталья Касперская, вероятно, виднее. Ну, а тем временем российский премьер Михаил Мишустин посетил Якутию. Тут высокому гостю тоже представили экземпляр импортозамещения. Российский кинопроектор. Для лучшей наглядности отечественный аппарат поставили рядом с японским аналогом и убеждали, что он ничуть не хуже, чем его заграничный собрат. Только японские стоят 9 миллионов рублей, а отечественные всего 1 миллион. Премьер внимательно выслушал, что было дальше, смотрите сами. Качество, как вы видите, и здесь... Сейчас я задам нехороший вопрос. И здесь, и здесь... Сколько деталей здесь нет? Вот, 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 да. Я как раз все просто сказал. И здесь, и здесь все детали, все детали, детайские. Но высок, там аминтанский, и здесь якутский. А сейчас я вам расскажу вот о каком случае. В Ростове-на-Дону 33-летний капитан российской армии в упор застрелил таксиста, который его подвозил. Четыре выстрела в грудь не оставили шансов пострадавшему выжить. Сейчас военный в следственном изоляторе ему грозит 15 лет тюрьмы. Почему я это рассказываю? Здесь важен мотив, причина жестокого убийства гражданского лица. Российского офицера вывели из себя комментарий таксиста по поводу войны в Украине. Он позволил себе высказать несогласие с действиями российской армии и начал задавать неудобные вопросы. Когда офицер исчерпал все словесные аргументы, в ход пошел пистолет Макарова. Насколько в будущем такие случаи могут быть системными, когда российские солдаты начнут массово возвращаться из Украины. Об этом я поговорил с экспертом в области психиатрии и медицинской психологии, доктором медицинских наук Олегом Чебаном. Олег Сазонтович, добрый день. Спасибо, что согласились уделить время. Как вы думаете, почему произошел этот инцидент в Ростовской области? Что могло побудить российского офицера застрелить собственного соотечественника? Война – это не мана небесная, это большая травма, не только физическая, но и душевная. И она лупит дубинкой по мозгам, коверкая человеческие души на все стороны. И на агрессора, и на жертву. И мы это видим по тех людях, которые возвращаются с передовой. Понятно, что коллективная травма – это несколько отличительная штука от индивидуальной травмы. Сейчас много появилось работ на тему коллективная травма агрессора и коллективная травма жертвы. Так вот, выявляется, что коллективная травма агрессора, она переносится и во многих случаях даёт какие-то отклонения значительно чаще, чем коллективная травма жертвы. Но это было видно, это не ново. Это было описано в том числе и американскими психологами, психиатрами после Вьетнамской войны, где Соединённые Штаты активно воевали на чужой территории. Казалось бы, где это Америка, где Вьетнам. Тем не менее, те, которые возвращались, очень много было агрессии, очень много военных героев, живых, которые там прославились с медалями, орденами, попали потом в тюрьмы. 43% семей разлетелось в пух и прах тех, которые вернулись. Поэтому действительно понимать, что чем больше длится война, тем больше вот этих душевных травм и люди, которые возвращаются в мирную жизнь, бывшие военные, у них уже изломленная психика в том числе проявляется высоким уровнем агрессии. Там идёт и алкоголизация, там идёт расстройство, психическое расстройство после стрессовых событий, мощных стрессовых событий, вплоть до посттравматического стрессового расстройства. Это вообще психическое расстройство, большое психическое расстройство. И когда пишут, что количество его вроде бы небольшое по сравнению с мощным стрессом войны, это 15-20%, но поверьте, эта цифра колеблется в зависимости от чувства, например, справедливости. И всё же, какой мотив для такой агрессивной реакции? Это ведь даже не просто драка. Когда российский военный там убил таксиста, так надо ещё понимать, что он завёлся, что называется, на полуфразе. Ему бросили эту фразу, а я тебя туда не посылал, или что ты там делал, а теперь тут качаешь права. И для него это старт-рефлекс всей той несправедливости, которая сидела в его голове и до этого. Тем более, что очень часто описывают люди, которые заведены как пружина. Вот война их закрутила как пружину, которая не разжимается только потому, что она в очень жёстких условиях командования, выполнения, страх наказания и так дальше. Но когда этот человек перемещается в мирную жизнь, там рамок сдерживания этой пружины практически не существует. Существует только понятие «я». Понятие «ну я знаю, что так нельзя», но это понятие мгновенно может исчезнуть, если принять алкоголь. И сколько мы знаем случаев, когда человек находился длительно в хронической стрессовой ситуации, но согласитесь, что война, передавая обстрелы, бомбёжки, да ещё чувство несправедливости того, что происходит, естественно, это очень сильно действует на мозги. Человек находится в напряжении. И потом, возвращаясь в мирную жизнь, одна рюмка алкоголя, одна рюмка, и человек переходит, например, в глубокое психическое расстройство под названием патологическое опьянение, где степень агрессии неимоверная. Подобное можно было часто наблюдать в советские времена с ветеранами афганской войны. Уместна ли такая параллель? Я думаю, что можно провести любые войны, где был агрессор и где была жертва, где была своя территория, я имею в виду государственные границы, какой-то культурально-ментальный аспект жизни этих людей, которые её выполняли. Пускай даже в своём, как мы видим, считаем несправедливом мире, но это их мир, который должен был двигаться. И вдруг появлялся агрессор, который говорил со стороны, а я так вижу, как должно быть. Поэтому можно провести параллели и с афганской войной, можно провести параллели и с вьетнамской войной, и другими вещами, и Советский Союз в Афганистане. Вот представьте, машина, Советский Союз, что ты там должен делать в этом Афганистане? Поэтому действительно, вот это... Нет, кто-то выполнял спецоперации, кто-то понимал политические моменты, но погибали обычные люди, обычные солдаты, обычные пацаны, которых призывали и бросали туда. Поэтому понятно, что вот такие войны, они как раз и порождают вот это количество расстройств, количество агрессий, количество асоциального поведения, алкоголизации, преступных групп после того, как люди перешли грань убивать, не морализируя за этим ничего и тому подобное. Поэтому параллели действительно могут быть. И повторюсь, чем более длительная война, тем больше таких людей появляется. Можно ли сказать, что все, которые возвращаются с войны, становятся такими опасными, их будут бояться? Ну, по-видимому, нет. Кто-то, конечно, вернется и адаптируется. Но высокая настороженность к тем людям, которые были в военной форме и воевали где-то, и убивали еще неизвестно что. Потому что информации, например, в России полноценной нет, что творили военные. В том числе буча, гастомили, пень и тому подобное. Вот когда это будет доходить, вот тогда будет возникать чувство опасности, что мы прошли и что с ними надо делать дальше. Скажите, а люди, которые совершали преступления в другой стране, убивали, грабили, как они будут вести себя после войны дома? Они смогут адаптироваться или для них уже будет нормой совершать подобные деяния и в России? Нет, человек, который прошел через убийство, даже по приказу, но убийство явно несправедливое. Но представьте танкиста, который расстреливал роддом или школу и видел, по чем он стреляет, или видел людей, которые бегут, или наезжал своим танком на автомобиль людей, которые бы прыгивали с него. Понимал, он понятно, что он вернется с этой войны с чувством, что он преодолел какие-то моральные ступени. И в следующей ситуации, в особенности состояния алкогольного спинения, эта агрессия вполне может вылиться и у него в родном его доме. Спасибо. Олег Чабан, эксперт в области психиатрии и медицинской психологии, доктор медицинских наук. Любая война рано или поздно заканчивается. И нам пока остается только представить, сколько жестоких нечеловеческих преступлений будет совершено уже на территории России. После того, как она закончится. Ведь безнаказанность, в данном случае безнаказанность за действия в Украине, порождает вследозволенность. Только вследозволенность уже эти бойцы будут проявлять у себя на родине по отношению к тем, кто под действием кремлевской пропаганды пока называет их героями. Ну а тем временем глава Башкирии Ради Хабиров призывает местные школы трудоустраивать вернувшихся из Украины солдат. Чтобы, цитирую, те воспитывали в детях патриотизм и правильную идеологию. Ну, насколько это уместно, смотрите сами. Ну и напоследок. Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики. Почему? Потому что кто-то слил в интернет видео и фото, где чиновница отдыхает на частной вечеринке, танцует и поет в караоке. Как только компромат, ну если его можно так назвать, попал в сеть, в обществе разгорелась дискуссия, допустимо ли чиновнице ее ранга такое поведение. Сама Марин говорит, что свободное от работы время имеет право отдыхать в компании друзей и никаких законов не нарушала. Видео странным образом попало в интернет сразу же после того, как Финляндия огласила о своем решении в 10 раз сократить количество виз, выдаваемых россиянам. После того, как новая норма вступит в силу 1 сентября, ожидается, что на получение разрешения на въезд в страну потребуется до полугода. Ну а вообще Санна Марин известна тем, что стала самой молодой женщиной главой правительства в Финляндии. Сейчас чиновнице 37 лет. А назначили ее на должность, когда она была в декретном отпуске по уходу за ребенком. На этом у меня пока все. С вами был Владимир Рунец. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин